На севере страны занимаются незаконной добычей щебня. Жители села Булак из сельского района бьют тревогу. Они опасаются за свое здоровье. Сельчане обращались в разные инстанции, но проблема пока так и не решилась. Зайра Джакупова с подробностями. Вот эта земля, она целая была прям. Вот прям как просторы были. Падбище вот здесь. И вот пошло, поехало. И вот смотрите, какой объем они выкопали. И вот здесь накопитель сделали уже. Это место находится всего в 500 метрах от села Булак. Здесь незаконно, как уверяют местные жители, добывают щебень одна из компаний по строительству дорог. И вот уже полгода этот карьер стал причиной раздора между сельчанами и строителями. Они вот с марта месяца вот так таскают. Ничего не показывает, ничто. Никакие документы. 90-е годы приезжали японцы. Они приехали сюда, вытащили свой аппарат, проверяют радиацию, что ли. И они быстро в машину сели. Вот эти ученые уехали. И потом они сказали, как здесь люди живут. Тогда, говорят, здесь завышена радиация. В Булаке значительно выросла смертность. За полтора года от рака здесь скончались 6 человек. Местные бьют тревогу. Чем глубже копают, тем больше радиация, говорит бывший гидрогеолог Куаныш Жазитов. По экспертизе у нас превышение альфа-излучения в полтора раза больше допустимой нормы в нашей воде в колодцах. Она ведь глубоко в земле. Оттуда и берут ее. Представители золотодобывающего предприятия заказывали проверку в открытой местности. Поверхностно измерили и говорят, что все нормально. А уран, он ведь в самых низах находится. Поэтому копать тут не то, что незаконно. Это опасно. Сельчане предполагают, что таким образом дорожные строители экономят на материале. Только вот щебень с этого карьера не пригоден для ремонта дорог. В 2010 году я отсюда взял для анализа, для экспертизы пробы и вез в город Петропавловск, вот это СЭС, или как санпедстанция, как называется. Они мне дали вот это заключение. Дальше копать, говорит, на разработку. Вот это карьер не подлежит. Здесь и радиация есть, и она твердость у него нету, камень твердость у него нету. Она как мраморная крошка. Когда мы приехали на этот карьер, то удивились тишина и никаких работ. И хотелось бы поверить, что местным все привиделось, но факты подтверждает вот это видео. Эти кадры были сделаны накануне. После их публикации в социальных сетях и наступило затишье, как уверены сельчане, временное. Сегодня на карьере пусто. Нет ни спецтехники, ни рабочих. Хотя, по словам местных жителей, в день сюда приезжали по 50-60 грузовых машин. Найти рабочих компаний у нас не получилось. Проигнорировали их жалобы, говорят, булакцы и в природоохранной прокуратуре. Обратился в областной предохранный. Фамилию, к сожалению, я забыл, но сама-то его называют. Или в прокуратуре несколько специалистов с одинаковым именем, или кто-то про кого-то забыл. До этого они вам не обращались, да, жители? До этого в специализированную природоохранную прокуратуру не обращались. Сотрудникам прокуратуры района осуществлен выезд. Собранный материал зарегистрирован в КУИ прокуратуры района и передан в отдел полиции и сельского района для выяснения всех обстоятельств и принятия решения. Дело передано в отдел полиции и сельского района. Теперь в этой странной запутанной истории будут разбираться стражи порядка. Если факт незаконной разработки карьера подтвердится, то виновные заплатят штраф. Зайрат Жакупова, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар, 24.